А это и другие игры вы можете купить в магазине игр AlexStore. Ссылка в описании. Всем привет, народ! С вами AlexFresh. Мы продолжаем играть в Eurotrack Simulator 2 и бороздить просторы Европы. Итак, сегодня у нас будет достижение моряк. Попытаемся его сделать. Смотрел, что нам нужно сделать. Получается, нужно в Скандинавии привезти яхты в порты Esberg, Oslo и Stockholm. В Стокгольм я только что привез ради теста, потому что на картинках в найти пишут, что должна быть база с такой-то картинкой, с определенной, типа там яхта нарисована. Я взял один груз, собственно, в Стокгольм с базой Марина. И там просто возле базы Марина были как раз такие флагшоты, на которых как раз-таки была такая яхточка нарисована и груз отработал, так сказать. Поэтому мы сейчас будем, соответственно, искать просто какие-нибудь яхты в эти два наших города. Так, давайте, наверное, начнем с 16 часов, потому что я не знаю, сколько нам раз придется перематывать. Я надеюсь, на какие-то короткие поездки они супер длинные. Потому что яхта может оказаться фиг знает откуда. Так, у нас получатся города Esberg и Oslo. О! Кек, а так можно? Позже, а куда? А, ну это явно не то. Потому что у нас в компании в морские, я так понимаю, то есть из Марины куда-то явно нам не катит. Блин, я уже обрадовался, думаю, нифига как близко. Сейчас будем искать. Шауляй. Город Шауляй. Из Риги в Осло. На Марину получается. Нифига себе, сколько ехать. Ну, а что у нас выбор есть? Так, ну-ка, айсберг есть? Просто ради прикола. Неа. Нормально. Так, где у нас там Осло было? Здесь где-то? Так, из Росмарка в Марину. Погнали. Далеко ехать через всю Норвегию там. Или пол Норвегии. Так, на чем мы едем? Манчик. Блин, до этого на Скане ехала она заряженная, была так плавно и быстро топтала, что капец. Так, еще раз. Осло, да? Чтобы не забыть. Да, то есть останется эйсберг. Эйсберг у нас вот. Вот здесь. Хотя в то же время, типа, а почему не учитывается вот этот... Фредериксгавн. Или вот Хирцхальс какой-то. Или Гетеборг. Или Малимо. Неизвестно. Ну, как-то так. Так, ладно, мы едем. Мы едем, едем, едем. Так, куда ехать-то? А, у нас карты нет, кстати. Так, фары. Включили. Нифига, у нас дублирование дальнего. Сразу две штучки. Так, ну мы как обычно поедем. Не нарушая правил дорожного движения. Видите, на зеленый повернули. Нормально все. Ой. Тромбай на красный поехал. Нифига ты офигел, засранец. Правда, не смотрел, что у него там нарисовано было. Дубасит. Трамвай дубасит. Так, 1100 км. Морской путь. Кстати, морской путь. Может, есть более какой-то это? Нет. Более какой-то это нет. Ну, ладненько. Я только что в Стокгольм ехал из... Откуда я ехал? Вот где-то вот или из Палдиски, или из Сталина откуда-то вот. Короче, где-то вот здесь я выехал и... Туда. Или из Пьярно. Короче, где-то там я был. Да уж. Долго нам, конечно, придется ехать, но ничего не поделаешь. Зато вес там сколько? Шесть тонн, по-моему. Да, шесть тонн. Типа вес фигня. То есть даже самый слабенький грузовик должен ехать достаточно бодро. Так, чего мы можем себе накладываться? Топливо... Хватит нам топлива. Расход. Нифига себе расход какой. Низкий в смысле. Температура. Скорость. Ну, там скорость видно. Упс, упс. Стукнул, нет? По-моему, не стукнул. Ой. А вот тут я уже стукнулся. Яхта живая? Нет. Так, ну, вроде ничего не писали про урон, поэтому я надеюсь, что будет все ок. То есть, с 1000 км проехать просто так будет смешно. Положить в днищем, походу, цепанулся. Потому что я думал, знак справа зацеплю. Судя по всему, днищем там налетел. И все. И все пропало. Купы стоят, заныкались. Ограничение 70. Мы даже 70 ехать не можем. О, плотина, по которой мы постоянно катаемся. Нормально. Главное, чтобы не кататься по крупным городам, которые накидывают большое расстояние. Или, точнее, большое-маленькое расстояние. Блин, снова кольцо. Да, не задолбали. Это уже какое-то третье или четвертое? Главное, прямо не пролетишь никак. Так, проезжаем потихонечку. 90 ограничения. У нас 80 написано. Как обычно. Короче, прошлая сканья, на которую я ехал, прям была бодренькая. Этот манчик, конечно, деревянный. 80 с трудом ползем. Так, конечно, долго будем добираться. Он реально не едет, нифига. Ну, 6 тонн яхты. Это считай, что порожняком идем. Не щеманемся? Наверное, нет. О, соточка, нифига себе. Блин, после 80 сотка уже, кажется, так быстро. Блин, снова кольцо. Да сколько можно? Сейчас снова потеряем скорость. Это просто капец. Где мы? Тут Литва или Латвия? Везде кольцо, кольцо, кольцо. Так, там куда-то снова съезжать. Короче, поездка у нас чертовски медленная. Венте Спилс. Нам, по идее, как раз в ту сторону нужно ехать. Тормозим. Тут, блин, тут и перевернуться так можно. Хотя, вроде как, не должны. Офигительно высокая. Не под каждым мостом можно проехать. Жаль, кстати, здесь нет таких моментов, когда высота не позволяет проехать. Чтобы нам приходилось искать объездные пути какие-то, да? Я думаю, было бы прикольно. Что-то происходит. Такое течение перед мостом, а после моста такое нифига. А, то солнце так падает. Заехать можно, отдохнуть. Наверное, въезд открыт. Нет, закрыто. Хотя могли бы сделать, чтобы можно было подъехать. Почему нет? Так, мы проехали. Сколько километров? Было 1050 или сколько? 300-ку, наверное, от силы проехали. Доходишь нас тысяч. Хонза. Почти как Хонда. Так, где там наш порт? Ох, нифига сколько. Но дорога с виду прямая. Вентспилс. Нам как раз туда и нужно. То, что куча указателей как раз была в ту сторону. Так, миллиард населенных пунктов. Мэдисон. Штука 200. Не хочет зарабатывать Мэдисон. У деревьев такие странные справа были. Джек. 10,5. Так, ну я надеюсь, у нас достаточно большой участок будет по воде. Потому что там по суше еще на той стороне дофига ехать. У нас с такой скоростью это очень сложно. Кстати, а мы тут ни разу не катались. Потому что, смотрю, едем, но дорога потихонечку открывается у нас. То есть мы тут реально не были еще. Блин, я успею? Нет. Остановиться хоть успею. Чудо-ручник. Товарняк. Кто врезался в поднятый? Все как мы любим. Блин, а так хорошо шли. Такая скорость была. Как раз участок такой, что можно просто топить и топить. И сейчас мы снова до 80 будем месяца разгоняться. Кстати, топлива что-то все меньше и меньше, а мы нифига не проехали. Или у нас там баков на 2 тонны? Один тут, один... А, ну у нас баки нормальные. Нифига он пролетел. А у кого тут главное? Нет, у него знак уступи дорогу, но он пролетел очень уверенно. Он даже не планировал смотреть, есть там кто-то или ими. Просто пронесся и все. Жесть. Так, какой-то съезд непонятный. Может, дорога какая-то, может, еще что-то. Ага, понятно. Типа город. О! О, мы приехали уже, оказывается. Ну и норм. Так, а как у нас было? Вот так, да? Замечательно. На паромчик и летим дальше. Малкольм. Шесть косарей. Так, тут тоже переезд. Но хотя бы тут все четенько. Блин, надо было направо свернуть. Тут сейчас снова по кольцу ехать, как мы любим. Так, надеюсь, никого слева нет. Снова же до переезда, вы издеваетесь. Прикиньте, если бы мы на каждом останавливались. Так, ну тут прямо с виду можно, но кусты меня немножко смущают. Значит, тут рядышком вот так вот проскочу. Все нормально. Тут эти кусты, как обычно, железобетонные, окажутся. О, тут грузят. Какой-то щебень, может, руду какую-то, может, еще что-то. И мост, походу, разводной, судя по виду. Потому что по центру какой-то он странноватый немножко. Срезаем поворот. Супер. Так, вон видно уже Polaris Line базу. Кстати, мы там были. Так, направо. Так, направо. Ну вот мы и приехали. Так, по семьсот шестьдесят семь километров. То есть мы проехали пусть две сотни образно. Если можно так сказать. И останется у нас, я думаю, километров шестьсот. Как я четко угадал, да? Минус две с пятьдесят километров. Пусть. Собака. Вот это уже не интересно. Так, давайте посмотрим дорогу. Как бы выбор не особо велик. Как нам ехать? Поэтому будем ехать так, как нам предлагают. Иначе хотя бы на трассу выехать. Капец, еще пол четвертого утра только. Ну хотя на самом деле это даже плюс. Потому что сейчас только светлеть начнет. Точнее даже уже начало. Стремное время дня и погода. Как раз нифига не видно. Обзорность плохая. Так, по-моему, надо тормозить. Офигеть. Не зря тормозил, фиг бы вписался. Так, проедем. И наконец-то сейчас будет трасса. Но здесь, по-моему, трассы не всегда широкие у нас. Или всегда широкие? Минус штуку двести кто-то принес. Удар? Нет. Нет, пронесло. Нормально все. Едем. И-ка. Ой, что там? Там молния была или что-то? Моргнуло так. Гетеборг. Ой-ой-ой, я не вписываюсь. Стукнулся. Вот так вот, в дождь кататься. Ну, фигово на самом деле, что вот на такой мелкой скорости, типа, он не поворачивает. Потому что это полный бред. Вылетаем. Короче, мне непонятно, это или молния моргает, или текстуры моргают у нас. Какие-то странные иногда вспышки происходят. Типа, вот когда мы видели в игре молнию, она прикольно смотрится, то здесь бывает как-то просто раз, типа, сверкнуло что-то, и непонятно что. Ой, чуть не проехал. Втыканул называется. Офига себе, вписались даже на удивление. Вроде бы получается, тут ездили, но смотрю, местность вообще незнакомая. И солнце светит, и дождь льет, и тучи. Там туча есть, там тучи нет, туда-сюда, туда-сюда просто. Я в такую погоду еще не ездил. Так, 540 км. Ну, ехать хрен знает куда. Главное, чтобы повороты были плавные. Блин, а как так? Типа, дорога желтая, но некоторые куски серенькие. Как мы по ней ехали? Типа, что сейчас они открывают, за этого они не открылись. Если сейчас на две полосы у нас все работает. Как это работает? Или что-то где-то обновляли, и там, наверное, куски обновились, и оно автоматом натянулось, типа, как обновленное. Потому что многие же текстуры тут копируются. И используются в разных местах, одни и те же. И развязки, и так далее. Так, 500 км. Кстати, надеюсь, еще платок никаких, чтобы не было. Потому что платки тоже не весело. Хорошо, идем. 120. Блин, а что там? Максимальный отдых? Что-то такое толстое что-то на карте. Куча кроватей, заправка. Еще одна заправка. Чтоб там ничего вдруг не появилось. 125. 127. Рекорд уже. Но, смотри, вряд ли будет. Так, тут какая-то странная пробка, и мне кажется, нужно... Блин, а сложно проехать, я его чуть не стукнул. Тут надо как-то залетать сюда. В эту всю движуху. Надеюсь, без встречки, пожалуйста. Дяденька, не надо. Ох ты, чё? Блин, ну ладно. Поедем по встречке. Наверное, там не влез бы. Даже с сухим асфальтом. Сейчас нужно будет найти, где проскочить на ту сторону. Вот здесь. Еще, блин, по-скользкому. 136 шпарим. Сейчас точно где-то мы умрем. Так, по-моему, пора притормозить немножко. Тут как-то стремно ехать. 450 километров. Так, у нас поворотик уже. Налево. Ну, по-моему, там по трассе недолго ехать. Или это этот участок был недолгий? А, нет, да, вот этот будет сейчас коротенький. Ну, длиннее, чем тот, который был. А потом... А потом-то явно не трасса. Потом-то что-то непонятное. Блин. Ну, ладно. Ну, главное, чтобы дождь хотя бы закончился. Потому что заждем вообще сложно. Так, по-моему, пора тормозить. Надеюсь, меня никуда не швырнет. Так, поворачиваем. Блин, топливо, по-моему, скоро лампочка засветится. Надо проверить уровень топлива. 405 литров написано на 1265 км. По-моему, у нас тогда было 600 литров на 1200 или 1100 км. Или нет. Может, мне приснилось, конечно. Но у меня странное подозрение, что топлива может не хватить. Хотя 400 литров на 440 км должно хватать. Так, что-то в фольце какой-то тупняк. Попробую справа пролезть. Тут сейчас еще съезд начнется и кто-то начнет сваливать. Да, нет. Вроде нет. Катод. Как катод. Так, 400 км. Но дождь, как я вижу, меньше не становится. Уже 5 утра. Он уже сколько? Ну, неизвестно, сколько он идет. Но мы приехали сюда в 3 ночи или во сколько? То есть уже 2 часа проливает. Офигеть. О, по-моему, меньше стало. По-моему, заканчивается. Неужели? Как раз вон поворот. Замечательно. Дождь закончился. Отлично. Отлично. Так, нам сюда. Надеюсь, безопасно. Но вроде никто не врезался, значит все отлично. Так, 378 км. Блин, неужели тут будет трасса? Да я офигею, если будет трасса полноценная. Потому что по карте на трассу не было похоже. Осло, 363 км. А у нас на 10 км больше. Видимо, мы как-то не так едем. Блин, ну если такая дорога будет, мы очень быстро доберемся. Выглядит шикарно. Просто отлично. Повороты, конечно, резкие. А, нет, все закончилось. Вон, я уже вижу по карте. Я офигел, я реально уже поверил. Но тут сейчас будет такая же, по которой мы сейчас и в удождь летели. Там 137 или что-то такое, там у нас скорость была. Тут сейчас один в один. Начнется. Иногда по две полосы будет, иногда по одной. Копыри ширины тяхаться со мной. Так. 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 странно тогда только что было узкое снова раз широкая но чем больше таких от тем лучше для нас знак еще такой раз срезали специально что там землю не вырывать как-то такой сделали косой знак под уклон прям 16 278 водитель м а в были на реально дорога широкая 300 километров осталось на топлива топлива осталось 348 литров то есть у нас меньше литра на км но там был типа средний 2 и 2 или что такое у нас километра на литр как бы неплохо по расходику но погода все равно вот дождь вроде бы закончился все равно вот какая-то дымка туман пасмурно как-то хотя 630 в 5 утра напомню на солнце светило на улице по-моему надо тормозить так ну сейчас точно нужно тормозить иначе мы просто не впишемся направо фурик еле плетется он походу видел как я несу сюда 260 километров расстояние все меньше и меньше нам нужно будет еще один груз отвезти это у нас останется айсберг останется как раз так у осла 240 или сколько там было так надеюсь двойной подъем от заразы а фурик решил не перестраиваться автобус типа пошел на обгон на который она обогнать не может надо вщемниться сюда по нифига в лес только на саму хоть вписаться пришлось тормозить но зато один автобус и 2 фурика успешно обогнал короче стандарт на подъем 2 полосы на спуск 1 так 200 километров мы все ближе и ближе нужно f5 посмотреть потом час по моему снова удар снова широкая дорога по моему сейчас будет с виду ну вроде бы не так уж и далеко 4 200 кларк блин снова спуск и тут мы никак его не обгоним а на подъем разогнаться не сможем чтоб обогнать теперь только плестись ну ты блин засранец я начал ускоряться я думал сейчас он как раз такой же скоростью будет ехать и все а тут ограничение как раз 70 я его соответственно не видел он дал по тормозам мы естественно в него влетели я думал как раз навстречку идти обогнать его я сейчас на подъема я фиг выскочу вперед него буду снова за ним ехать вот же подстава слушайте а приличный подъем там не было градуса написано он тоже еле ползет я думал сейчас выскочит как обычно трафик катается типа на пофиг будто и подъема не было так практически 150 километров осталось соточка как правило но уже считай приехали на полтинничек нужно еще проползти ну вот снова догоняю когда закончилась двухполоска и встречка идет но что за подстава блин надо было топтать встречка наверно притормозила бы ёпта чё там такое такой подъема причем и вообще не видно вообще блоки стоят чтоб никто не ездил осло 150 км да снова спуск снова все то же самое стандартная история чё он так затормозил хрена ты тормозишь я понять не могу но он же поворотник не включал он просто ехал и начал перед перекрестком тормозить на хрена просто ехал дал по тормозам перед ним никого не было он поворачивать не собирался боже какой идиотизм здесь с трафиком происходит да уж сложно так ехать ты ему уже какой раз второй второй раз заехал в него да я пол вон лучше справа там проехал бы там пустая дорога никого нет дебилы такие не катаются так надо догонять обгонять снова пытаться сейчас я буду нагло щемиться потому что мне честно уже задолбал этот водитель на чем он едет на рено что ли походу на рено ползет на магнуме засоронец блин я его и подрезать даже не смог нормально хотел бы чину ободрать об него не получилось а тут сразу только обогнали сразу вот тебе пожалуйста развязки огромные тут сейчас 5 полоска какая-нибудь начнется все как мы любим ограничение 80 как на 80 нужно вписаться сюда так сюда лупасим так а тут мы получается не ездили или ездили будет сейчас засчитываться встречка или нет нет не засчитывается но мне кажется мы тут не были да ведь и тоннель начал добавляться о вот у нас как раз и платочка появилась а вы переживали по левой полосе еду и учитывается встречка по правой полосе не учитывалось в этом по можно проскочить так копы блин иди в баню прикольно тут сделано но копа снес конечно я думаю он обиделся но не сильно гоми гомиков повез так нам прямо здесь 70 километров мы где-то чертовски близко так по ходу идем на рекорд скорости учитывая какой спуск у нас ранит у нас такая конечно скорость разгона что нам нужно месяц ехать со спуска но 130 уже есть тоже неплохо 40 километров блин направо час не впишусь автобус прости если цепанул нифига стеночку цепанул по моему прицепом но дальше бордюра точно не заехал может наклонился немножко вот и осло у нас хотя он с виду там где порт polaris line базы может такое казаться что это не оно ну типа что правильное будет polaris line а мы едем не туда или polaris line это чисто этот по контейнерам и так далее так по моему видно точку разгрузки за фиатиком или чё-то или nissan 5 по моему наконец-то блин ну ман этот конечно деревянный по разгону прям ужас реально едешь и устаешь на нем ехать потому что он медленный так направо а на левое нельзя то есть смотрю не видно за кустами крестиков смотрю по карте вроде бы ехать некуда но чё-то вроде как можно так наконец-то я доехал ну да тут в принципе видно что тут марина поэтому а кстати подожди а значочек есть типа эти флагшоты не видно ну насрать надеюсь все проканает да моряк 2 из 3 продолжить так у нас остался город эсберг так так одноразовое задание яхта яхта так начнем с конца пожалуй яхта в базу норскин так эсберг но я думаю нам именно в марина нужно вряд ли нам какие-то вот такие базы сасари 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 просто но такие расстояния точно не поеду сколько тут 2000 ну и в баню так нету пойдем поспим немножко ну так же 16 начнем и на уменьшение по часику так яхта яхта на электричке яхту то тянуть прикольно на электричке яхту то тянуть прикольно нету еще раз поспим так 15 часов дождь начался замечательно просто так яхта снова блин это надолго конечно но ничего не поделаешь яхта надеюсь я не пропустил где-то ранее бастия город нету снова закончилась да что ж такое в эсберг будет что-то у нас или нет 14 часов то есть мы по факту проматываем 23 часа очень много мотаем наоборот чтоб наверняка все поменялось а не там два заказа от силы а так айсберг где ты есть нету нету эсберга может нам порта нет 13 часов но тут же он да где-то там ну да есть порт а яхту забыл написать яхта но вы издеваетесь я помню мы так какие-то грузы точно так же искали еще еще яхточка сейчас небось появится знаете только на 3000 км это будет не смешно да издевательство просто издевательство это 11 часов яхту 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 и нету нету так давайте последний раз ищем если нет то делаем паузу я нахожу груз потому что ну это капец уже раз не знаю раз пять шесть посмотрели яхта понятно сейчас найдем итак народ нашел пролистал наверное так переводил время раз пятнадцать нашел груз из города Килю в город Эсбирг поехали ехать конечно сейчас придется по темноте но ничего не поделаешь потому что груз фиг найдешь на самом деле раношка обычная чего моргает текстуры что-то моргает поехали это место походу лаганые до сих пор моргает видите да по козырьку видно блин да тупо еще моргает только раношка все перестало вроде или нет не моргает бах какой-то походу ой чуть подвинули знак ну ничего 255 километров в принципе ехать недолго плюс по шикарнейшим трассам поэтому думаю что доберемся достаточно быстро я еще на всякий случай прочекал думаю блин а может в других портах есть базы но я посмотрел что марина есть только в этих трех городах поэтому получается четко последний по моему там забор цепанули оно главное моргает не со всех ракурсов то есть сейчас в зеркале видно как моргает на козырьке спереди там только частично видно как моргает при ширину это брать нельзя это моргающее рено у нас так автобус не успею или успею ты наверно успею щеману сейчас его тут на кольце немножко ой я его прям нормально щеманул нет легковушка ох ты блин ни хрена себе это что было мы что не завалились по моему страшно однако прикол да такая стена у здания прям блин что-то сказал по трассам а мы тут что-то едем 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 на трассу еще не выехали вон вижу выезд на трассу и снова съезд куда-то ой еще один подвинули знак отражение в окнах вообще какие-то левые справа какой-то трасса неизвестное показывает да ёпты блин нифига занесло то есть я думал опрокидывается нет нифига его занесло типа нагрузка как-то идет не так а чё ж на других было нормально на других такого не было а на этой рынушке есть заметили да ну на других мы только на одном грузовике ехали до этого но все равно странный прикол реально странный и тогда на скане получается ехал такого не было вот до этого ехали на мане такого не было сейчас на рынушке есть но единственное отличие тут трехосник а там двухосники были может с этим это связано? как думаете? напишите в комментах ваше мнение снова капец просто капец но яхта на прошлой поездке была такая же на первой я не помню какая была так у нас снова съезд снова куда-то съезд по-моему километры даже понемножку пошли но рынушка по мощности я вижу что такая же как у нас был мальчик потому что тоже нифига не едет так он у меня вон так он вылетел нефига автобус вылетел а Что-то дороги такие незнакомые Тут, наверное, что-то переделали А, в натуре, смотрите, вниз Гамбург Тут переделано все, понятно Потому что, помню, мы вот так вот вниз часто катались А сейчас как-то все иначе Получается, реально переделано Так, ну я щеманусь, правильно? Мне кажется, не влезу Упс, автобус, прости Нет Нет Все под контролем Битую яхту привозили, ничего не было Также 1% у нас Едем Нормально все, едем Неких проблем вроде нет Единственная проблема со скоростью И все Мостик Офига себе высота Тут, походу, что-то серьезное плавает Потому что вряд ли такую высоту делали А, так это Слушайте, это остров Под нами прям остров То есть мы прям над всем островом проезжаем Слушайте но над всем он Что? Это все Красота Как наверх что называется Накриты , вот соточка неплохо хоть немножко разогнались осталось ехать 160 километров джефф не нашел работу хорошо идем 110 уже и 150 километров но у нас по идее сейчас по трассе до самого конца мы будем ехать по трассе потом свернем и там буквально километров наверно 30 до города останется я так думаю попадет на обгон нет нет передумал о стык дороги вижу и дальше мы уже получается ездили по этой стандартной дороге здесь получается такую парковочку забиться ли 130 нифига себе вернушка что-то еще может правда мы разгоняемся уже полдня но кстати до темноты даже успеем я думал там приедем наверное часа в два ночи выехали в 20 чем-то или в 20 они тоже как мы могли 20 выехать не суд 19 54 то может время прибытия светилась 20 тире сколько-то а то время прибытия с 20 до 3 ночи понятно я думал это время нашего выезда до сих пор моргает задолбала о съезде к 76 километров так надо автобус обгонять потому что он явно туда собрался ехать главное еще саму вписаться что сейчас как полетим куда-то в неизвестном направлении цепану автобус судя по повреждению на тормозить нужно крайне аккуратно страшно блин ехать эсберг 48 километров ну а 90 уже снова есть а ну и а 7800 Марьян Так, по-моему, спереди кольцо у нас Непонятно, можно прямо проехать или нет По-моему, можно, я попробую Отлично, пролетели Шикарное кольцо Так, там по курсу прямо еще одно есть И еще одно Но тело неизвестно, будут такие же или нет 82 тысячи, Иван, ни хрена себе Даже 83 практически По-моему, я таких доходов ни разу в жизни здесь не видел Чтоб кто-то из наемных сотрудников зарабатывал Охренеть Блин, вот это бабки, конечно Ёп! Но побили-побили Но ДТП было красивое, согласитесь Это реально было красиво Сколько там процентов мы заработали? А, плюс 1% Подумаешь Ну, грузовик-то и полуприцеп не считается Нормально Заправочка Вон видно уже базу Только не вижу нашей базы А, нет, вон вижу Слева от флажка, от верхушки Так, еще раз Налево Хотя там, наверное, между контейнерами можно было проскочить А, нет, нельзя было Так, и вот Марина Правда, конечно, спаун Декорация этих всех, конечно Крайне медленный Тут, смотрите, даже яхта мрагает Так Извините, но я спешу Моряк Привезите яхты ко всем скандинавским причалам Отлично Мишин комплит Фух Ну что, народ Думаю, что на этом закончим нашу серию Надеюсь, вам понравилось Не забывайте подписываться на мой канал Все ссылки будут в описании под роликом Ну а с вами был Алекс Фреш И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok